ну что ребята мы все заболели попросили сегодня извиняюсь попросили сегодня задница села на мешок зойного максима привести вот такой экспресс-тест на ковид сейчас будем на борисе проверять он уже там майки меняет у него 39 у меня три дня назад было 39 так таблица так далее так далее так далее я себя не показываю вообще ничего не показываю сейчас будем проверять болеем я болею три дня сначала было 37 5 потом 37 8 потом 38 3 потом 39 3 вот пришлось принимать таблетки сбивать температуру потому что иначе невыносимо очень тяжело в отличие от бориса я не потею он уже вторую майку меняет он очень сильно потеет надеюсь что будет у него все нормально быстрее чем у меня у меня сегодня на третий день боль в пояснице и насморк и боль в горле так не ерничай тест картридж для определения антигена сарс к веков 2 с осушителем пластиковая пробирка с насадкой капельница с буферным раствором зонт одноразовые стерильные перчатки диагностические так здесь толком ничего не понятно здесь только в таблице написано отрицательный результат одна полоска положительный результат две полоски недействительный результат одна полоска там где буковка т вот такой набор сейчас прочтем с тобой инструкцию подожди как все это надо делать приготовь свой сопливый нос так иллюстрированное руководство пользователя читать читать не уходи никуда сиди на месте пойдут березки посмотреть тщательно вымойте руки с мылом и обработайте антисептиком неси антисептик второе проверьте комплект каждый набор так ребят давайте кто не видел вход смотрите я буду вот так показывать так проверьте комплект каждый набор содержит тест картридж пробирку с буфером и насадкой стерильный зонт перчатки инструкцию по применению так инструкция по применению есть так это тест картридж видимо это пробирка вот она какая закрытая пробирка с жидкостью смотрите здесь содержится какая-то жидкость он видно жидкость так перчатки есть ой поясница как болит а это вот эта палочка которой нужно ковырять в носу так аккуратно высморкайтесь в салфетку вставьте пробирку в специально обозначенное место на коробке теста коробка теста а где специальное место обозначенные быстро 15 минут одобрено так а где это куда вставлять нос понятно так вскройте пробирку потянув за язычок достаньте тест картридж из упаковки расположить его на ровной и чистой поверхности так откройте стерильный зонт понятно введите наконечник зонда в ноздрю на глубину 2-3 сантиметра и сделайте 10 вращательных движений по внутренней стенке ноздри повторите процедуру используя тот же тампон для другой ноздри как интересно вставьте в зонт в пробирку и поверните 20 раз выньте зонт сжимая пробирку закройте пробирку дальше все содержимое не более 8 капель так все содержимое пробирки медленно по каплям внесите в тестовое окно понятно сначала нужно аккуратно высморкаться в салфетку боряди сморкайся в салфетку ну только он может у меня уже три дня прошло я бы на себе проверила так положительный результат видны две полоски отрицательный результат когда одна полоска только да не чихать сказано было высморкайся в салфетку а салфетку дают господи на хоть ну давай а чё ты спрашиваешь про салфетки да прекрати ты так а где здесь ставьте пробирку в специально обозначенное место на коробке теста ну где это место на коробке теста экспресс-тест одна штука здесь нет ничего ставьте пробирку куда я вставлю нету тут вообще не написано куда вставить вот коробка ставьте пробирку но буду в руках держать вскройте пробирку оттянув за язычок фольги так ясно садись что я могу сказать сейчас камеру пониже опущу что тебя не видно было так одеваю перчатки потому что все буду делать сама одевать надеваю так теперь высморкался надо вставить куда-то пробирку здесь ее некуда вставить сейчас я проковыряю отверстие так чтобы можно было куда-то вставить начать пробирку вставить не туда не обозначили они тут место место проковырять забыли так все я проковыряла теперь вставили пробирку кривовато но вставили так дальше поехали откройте стерильный зонт достаньте тест картридж из упаковки расположить его на ровной чистой поверхности вот смотри вот это тест зонт вот этим концом на 2-3 сантиметра вводишь в глубину ноздри вот так вот поводишь 10 раз потом этой же штукой в другой ноздре поводишь понял это же испачканной этой же испачканной да а потом выбросить так знаешь что не ёрничай вот она как выглядит вот так вот этим концом на 2-3 сантиметра вставляешь и вращаешь на так осторожно и в ту тоже это какой-то ужас ой я не могу обчихался весь так так ребята теперь да ну тебя нафиг так дальше так дальше вставьте зонт в пробирку и проверните 20 раз слегка сжимая пробирку выньте зонт сжимая пробирку и закройте пробирку насадкой как интересно выньте зонт как интересно вставьте зонт хорошо да ладно тебе так открываем так открыли дальше поехали вставьте зонт да ладно тебе ставили зонт так и покрутить так слегка сжимая пробирку слегка сжимаем пробирку так ну вот ребята хоть будем знать как это делается слегка сжимая пробирку я думаю что я уже все сделала смотрим что там дальше выньте зонт выньте зонт сжимая пробирку закройте пробирку насадкой так все выньте зонт сжимая пробирку всё так здесь ничего не надо оказывается отрезать сейчас я ребята уберу главное так убрала закрыли пробирку у елки так все пробирку закрыли все содержимое прами пробирки медленно каплями внесите в тестовое окно так ставим теперь открываем ни разу этого не делала придется аккуратно вот так вот здесь показано вот это тестовое окно вылить все вы готовы всем все было видно так каплями аккуратно вылить то есть если будет две полоски только вид если одна то не ковид так медленно копая вылить все он впитывается водичка я просто вижу о пошло 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 видите да на полоски вот здесь пошло вылить все о слушайте одна полоска уже а нет так пузырь какой-то появился все пробирка пустая смотрим смотрим следим так видны две линии линия т может быть любой яркости линия т ну что видна вторая полоска ребята это ковид вот так ну что полоска видно любой яркости это ковид я надеюсь вам все видно видно да две полоски вот они раз и два вторая полоска может быть любой яркости вот она любой яркости есть вот так вот так вот так да вот так ну что все так должно быть если не ковид вот так вот видите а у нас есть полоска это ковид все ребят все понятно видите слабая слабая полоска я думаю что вам видно видите это ковид ну что поздравляю мы теперь тоже корону в москве вызвали себе врача так сейчас ребят так продолжаем нам доктор сделала тест на ковид вот это мой тестер вот тестер бориса ну это ковид вызывала я только для бориса потому что на дом приходит врач только для одного пациента которому свыше шестидесяти шести лет борису шестьдесят шесть лет ну вот так вот как оказалось по закону но когда доктор пришла она увидела что мы оба больны и нам выдали на обоих лекарства вот это моя коробочка эсперавира вот коробочка бориса были записаны все данные с полиса это парацетамол борис мой этот парацетамол для бориса вот очень внимательный доктор огромное ей большое спасибо за все так что будем лечиться лекарства лекарства страшно дорогие страшно дорогие ну мы как-то не понадеялись на московскую область мы сели в машину и приехали в москву решили лечиться здесь но я думаю что лечение скорее всего одинаковое и в москве и в московской области просто как-то в москве дома лечиться наверное будет попроще так что вот такие вот дела у нас ковид можете нас поздравить ладно мои хорошие сейчас нужно обязательно кушать потому что чтобы принимать вот эти препараты надо обязательно много кушать чтобы принимать их не на голодный желудок но говорят очень хорошие лекарства кстати цена одной коробочки мы посмотрели стоит она 6 990 на сайте или еще нашли цену 7 770 так что вот такими дорогими лекарствами нас лечат от коронавируса все мои хорошие а на этом действительно все всем здоровья не болейте будьте осторожны если кто болеет быстрее быстрее выздоравливать открыли с борисом чай потому что обычный закончился открыли вот такую вот упаковку с чаем гринфилд он себе заварил вот такой чай понюхал говорит ничем не пахнет я себе решила вот такой заварить вот такой ничем не пахнет вообще то ли чай испортился то ли у нас запахи испортились я даже не знаю какой из этих чай попробовать чтобы он знаете вот поярче был чтобы почувствовать хотя бы запах какой-то потому что вот я себе сделала чай но он сейчас он еще заваривается но он почему-то ничем не пахнет а его и он не пахнет хотя борис сказал он пахнет каким-то фруктом для меня сейчас еще раз попробую вообще как будто у меня это не чай как будто у меня вода странно тут я засомневалась начала нюхать все банан тоже вообще ничем не пахнет вот вообще совсем я кстати понюхал напиток свой любимый палпе он тоже не пахнет ничем так ребят я не выдержала я решила попробовать нет никаких запахов вообще в общем духе тоже ничем ребята я же вам так и не рассказала как все началось началось все четыре дня назад заболела тетя маша с усоченной температурой я прибежала принесла им лекарства прибежала к ним домой вот любашка вечером позвонила говорит у мамы высоченная температура есть какое-нибудь лекарство ягода у меня есть сейчас я тебе принесу и я принесла и вошла к ним в дом вот и почему-то в этот момент я сразу поняла что это корона потому что тетя маша тяжело дышала она очень тяжело кашляла вот и в этот же момент я поняла что я заразилась вот такое чувство было ну сами понимаете да когда вот чувство какое-то вот это чувство то у меня вот и было вот и сейчас я кушечко вот когда я пришла домой я сказала борису что у тебя маша заболела и похоже на ковид я еще люби сказала я борис и завтра пошлю за тестом чтоб он в них него съездил вот но получилось так что мне на следующий день к ночи стало плохо да еще это было пятница пятница борис сказал я сегодня не смогу поехать то что я не смогу повернуть у нас там очень оживленное движение игры ладно тогда поедем они отходы тогда поедем на следующий день вот но но я к вечеру к 12 часам ночи уже свалилась и температура у меня была 38 с половиной начиналось это все 37 и 4 потом 37 и 8 это вот я измеряла температуру каждые два часа потом было 38 и 3 и на следующую ночь у меня уже была температура 39 и 3 вот на третий день на третий день ночью проявились симптомы у бориса пока такие не сильные симптомы но с очень высокой температурой тоже 39 и 3 я любаньке сказала говорю любаня нужен срочно тест на ковид потому что говорю я смогла могла заразиться только у вас игру проведем этот тест больше грын негде было заразиться потому что к зое я тогда не ходила я только у любани было я видела что заболела тетя маша вот она сказала что хорошо сейчас я договорюсь и тест привезут вот и привезли два теста я решила провести тест на борисе потому что он вот только-только заболел и с утра я на нем стала проводить тест после этого мы измерили температуру бориса он принял жаропонижающие очень сильные 12 часового действия мы прыгнули в машину когда температура ну температура уже была низкая тогда тридцать шесть и семь него что ли и мы медленно медленно окольными путями вернулись в москву вот хотели сразу вызвать скорую но получилось так что я вошла в лифт своего дома в маске вот с женей борис остался покурить на улице вот и входит молодой человек я ему говорю вы меня извините вы езжайте один я не могу войти в лифт вот молодой человек был без маски он мне это что такое ковид а я говорю да сегодня тест показал что это ковид вот он и говорит я доктор не волнуйтесь заходите в лифт я вам сейчас все объясню как нужно сделать я говорю да наверное скорую нужно будет сейчас вызвать он говорит нет звоните по телефону 122 и вам там все расскажут все объяснят вот но как только я узнала что тест положительный который мы купили еще там на даче я тут же люба не поставила в известность вот и сказал горе люба не самое лучшее это везти тетю машу в москву вот и здесь лечить но на что в общем-то тетя маша сказал я никуда не поеду вот любаша осталась а мы поехали и вот теперь мы здесь в москве очень долго пришлось вызывать врача потому что там какие-то сбои были на линии вот вызвали потом врача там отвечает автомат задают вопросы живете ли вы в москве ответила да дальше сколько лет пациенту я сказала 66 вот спросили температуру я сказала температуру на тот момент у бориса дома уже была температура 38 то есть это следующий день после нашего приезда то есть как нам сказал доктор которого мы встретили в лифте на следующий день звоните 122 вот я 122 и звонила вот и получилось так что на телефоне автоответчик для второго человека как я там извините уже место не было вызвать вот но и автомат говорит что если вы не можете прийти то врач к вам придет если вам больше 66 это врач к вам придет а если вы себя чувствуете неплохо то нужно дойти до поликлиники вот точно борис не даст соврать будь здоров вот я записалась к врачу записалась на завтра на 14 10 потому что мне 66 нет температура у меня уже сегодня нет и я не пользуюсь жаропонижающими вот но очень быстро пришел к борису доктор вот и ну я просто сказала группа я тоже болею мой муж и жена вот мы приехали с дачи вот игру тест вот тест делали мы ковид вот она грида хорошо я запишу номер полиса все будет нормально она все записала выдала нам лекарства вот ну и вот будем лечиться вот я теперь вам рассказала всю историю как все это произошло заражение произошло очень быстро очень быстро потому что через сутки практически до где-то может быть даже меньше стали проявляться симптомы ковида вот ну а вот на данный момент я сейчас не знаю сколько время я проверила я не чувствую никаких запахов вообще если вкус еще остался соль сахар это я могу чувствовать перец не проверяла может не спрашивать то всех остальных запахов ребята я не чувствую вообще нам оставили лекарства сказали что у нас карантинная изоляция до воскресенья в воскресенье нам будет звонок вот и дальше уже расскажут о наших действиях буду вам рассказывать хотя сейчас наверное уже даже не то что большая часть а практически все переболели мы как-то остаточное явление с борисом как динозавры в этом плане вот вы наверняка уже все все знаете но все равно интересно было рассказать может быть кто-то чего-то не знает немножко конечно получилось юмором на даче но это потому что температура уже у бориса не было было бы температура это конечно было бы не так смешно потому что температура 39 и 4 39 и 6 это ребята песни счета ладно мои хорошие пойду-ка я выпью никакого чая ну просто никакого то что не запаха а терпкость чая терпкость но это вкусовые рецепторы они еще это ощущают а вот рецепторы запаха к сожалению не ощущает ничего забыла сказать еще один очень интересный факт очень 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 сильно болит поясница ребята поясница просто разламывается ничего не помогает пытаешься улечься в позе эмбриона даже ходить не можешь прямо знаете вот у кого радикулит вот ходит вот так вот согнувшись да вот здесь та же история сейчас я уже приняла четыре капсулы как советовала доктор на сытый желудок я покушала прошло прошло два часа капсулы стали действовать и боль в пояснице у меня прошла борис принимал капсулу чуть позже чем я у него поясница еще болит у меня все прошло и мне даже не верится что я сегодня может быть спокойно буду спать вот сегодня ночью где-то в час ночи надо будет принять еще четыре капсулы говорят это лекарство очень хорошо помогает ну не знаю буду держать вас в курсе буду рассказывать как это что происходит сейчас при теперешнем ковиде говорят что этот ковид ну легкий легкий ну если это легкий но я уверена что легкий конечно я даже спорить не буду не буду говорить что ахахах я прям здесь умираю вот то я даже себе представить не могу как люди себя чувствовали при том ковиде ребят я хочу чаю но я не знаю что выпить я все равно не чувствую запахов может с мелисой выпить от мелисы будет ярче запах сейчас попробую хочется чаю но хочется с запахом а то так пей вода не пей вода ничего здесь такого нет ядреного какого-то хочется но к сожалению ничего такого нет сейчас вот это попробую выпить о чем хотела еще сказать как только мы заболели мы поставили в известность свою дочь и первое что она сделала это она настала уговаривать приехать в москву мы последовали ее совету тут же сразу и что сделала алла она побежала в магазин и закупила столько продуктов что нам этого я думаю хватит на все время болезни потому что было куплено все я уже не говорю про картошку мук морковь что казалось бы она должна была бы забыть ну и купить там что-то для бутербродов в основном нет она принесла приготовленные супы двух видов для нас она принесла масло она сделала несколько салатов были принесены салаты и поставлены в холодильник молоко яйца сметана наши любимые пельмени колбаса просто разных видов сыр разных видов я даже затрудняюсь перечислить вот сейчас я озвучиваю видео я смотрю на экран и мои ребята когда мы вошли было четыре огромные сумки две из них мы не сразу разобрали потому что очень хотелось переодеться и лечь потому что дорога заняла два часа вот но ребенок не забыл ничего даже виноград ставляете она помнит что я люблю виноград купила виноград купила килограмма три банана и как я уже говорила бананы это то на что мы сразу накинулись была огромная куча два пакета бананов но вот мы их уже съели ну и масло для жарки алла тоже не забыла вот я говорю сумки еще даже мы не все разобрали в этих сумках осталось то что может подождать что не требует скорого разбора вот лимоны только я забыла вот даже лимон семечки она мне купила но у меня пропало обоняние поэтому до семечек дело не дошло хлеб сахарный песок ребята много много всего я очень благодарна своей дочери я очень признательна что она о нас подумала но это уже опыт потому что алла в свое время болела ковидом вот и она о нас позаботилась ребенок спасибо тебе большое просто огромное добрый день мои хорошие сегодня уже 20 сентября четвертый день моей болезни чем хотела поделиться интересным наблюдением ну как я уже сказала запахи пропали ощущение аромата от всего даже от духов пропало но очень интересное наблюдение вот алла нам купила бананы да вот мы сейчас налегаем на бананы нравится нам бананы запаха я не чувствую борис тоже но ребята вот чистишь банан вот очищаешь банан кожуру до подносишь ко рту и вот знаете такое ощущение что сейчас почувствуешь запах вот вот сейчас ты его почувствуешь то есть мозг помнит какой должен быть запах и да ты этого запаха не ощущаешь но какие-то ассоциации в мозгу как будто ты ешь и как будто ты чувствуешь этот нежный легкий и сладковатый аромат банана вот я бы так сказала потому что самого яркого вот такого красивого такого вкусного аромата банана не чувствуешь даже не знаю как сказать а как будто бы это знаете предвкушение запаха что вот он вот 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 сейчас откроет свой аромат вот это есть и ощущение очень странное может быть кто из вас услышит то что я сейчас рассказываю и вспомнит свои ощущения вот у меня такие пока больше ни на что нет правда я открывала духи подносила к носу и вот тоже мозг ожидает и выдает какие-то вы знаете вот такие вот тонкие намеки что вот сейчас появится аромат что он должен быть вот таким но это не на уровне осязания а на уровне мозговой деятельности ой ну ради бога извините я могу вот только так объяснить потому что но я по-другому никак не могу этого объяснить потому что запаха нет но ты знаешь каким он должен быть вот какие-то странные ощущения вот такие сегодня у бориса температура пока есть он на жаропонижающих я жаропонижающие уже не принимаю два дня вот принимаем только два раза в сутки по четыре капсулы тех препаратов от ковида которые нам принесли много пьем очень много пьем что еще насморк присутствует была боль в горле прошло и вот еще ощущение странные я не помню рассказываю нет но расскажу сейчас еще очень странная боль в пояснице вчера мы на эту тему говорили с моей наташей очень странная боль вот женщины поймут вот знаете когда болят придатки или когда извините месячный вот так начинает болеть поясница причем боль усиливается так сильно что уже потом скрючиваешься лежишь на кровати на коленях голова на подушке и ты не можешь найти место ты не можешь лечь как-то так чтобы это не болело боль наступает резко но постепенно ребята очень сложно объяснить словами потому что когда чувствуешь это одно словами объяснить очень сложно она наступает быстро неожиданно вот как вот как неожиданно нарастает и опоясывает тебя потом раз и резко проходит ну алла мне объяснила что это нужно пить очень много воды потому что это почки берут на себя всю весь удар болезни весь удар лекарства вот такие какие-то ощущения сегодня ночью с намеком начала болеть поясница я вскочила начала пить воду маленькими глотками ну естественно потом бегаешь в туалет и боль не началась знаете не началась вот сегодня у бориса третий день поэтому у него пока температура присутствует небольшая 30 до 38 вот но его поколбасило чуть-чуть он выпил лекарства болят все кости болит поясница в общем ходит болит все даже ступни вот такие ощущения но так погода замечательная с любанькой мы имеем связь тетя маша выздоровела но слабая как люба говорит по возрасту у наших соседей у зуи васильвановича все нормально они уже там бегают уже даже насморка не осталось то есть все у всех потихонечку налаживается вот ну да заметила кстати еще волосы начали выпадать выпадать сыпется то есть умные волосы покидают дурную голову ну ладно мы между прочим не только здесь лечимся мы еще и наслаждаемся пребыванием в москве очень много всего приходится вспоминать даже то ощущение вот вчера жарила картофель это ощущение когда плита кажется стоит очень низко сковородка какая-то маленькая лопатка страшно неудобная и оказывается ты вспоминаешь где соль все начинаешь вспоминать заново ощущения все заново привыкаешь к высоте плиты пока живешь в москве одной приезжаешь на дачу там плита стоит на столе она выше и за два с половиной года до того привыкли что эта плита кажется очень маленькая вот и та сковородка которая считала здесь большой она оказывается всего лишь средних размеров и оказывается бортики у нее низкий низкий ребята приходится привыкать ко всему ну как говорится новые мироощущения вот ладно если будут еще какие-то новые мироощущения или просто ощущения или просто какие-то там признаки или симптомы я буду вам рассказывать извините что себя не показываю я на себя-то в зеркало смотреть не могу а потому что пока не могу привести себя в порядок но зато сегодня пришли мысли в голову знаете какие так интересно теперь я смогу когда выздоровлю пойти в парикмахерскую сделать стрижку и не буду ни за что опасаться вот конечно последствия ковида наверное еще впереди а может быть их не будет мы не знаем организм у всех разный все посмотрим посмотрим так интересно смотреть на все на это такие деревья красивые они разноцветные осень потихонечку потихонечку приходит в город очень красиво вчера был сильный ветер сильнющий ветер вечером уже поздно было снимать потому что темно и вот этот огромный океан зелени он вы знаете такими волнами переливался и так было красиво но долго на балконе не простоишь хотя все сегодня я уже буду больше двигаться я уже буду больше ходить а вот дышится нормально дышится хорошо пока никакой ни от дышки ничего такого не наблюдается сильного кашля у нас нет а вот у тети маши был очень очень сильный кашель все мои хорошие пока все